Мы тем временем готовы перейти к следующей теме нашей программы. Строительство канализационного коллектора на Павла Морозова в Хабаровске приостановлено. Необходимо дождаться, когда в город приедут трубы из Санкт-Петербурга. Они пока поставлены не в полном объеме, а укладывать их можно только все сразу единой цепью. После их доставки начнется процесс микротоннелирования. Он не затронет движение транспорта по магистрали. Четырехполосное движение в районе улицы Павла Морозова было открыто еще в конце мая. По рекомендации ученых и дорожников, пока трасса имеет временное покрытие. До момента укладки асфальта здесь будут выставлены ограничения движения. Разрешенная скорость 20 км в час. Контролировать это будут сотрудники ГИБДД. Также на этом участке запрещен проезд большегрузов. Все это время наблюдения за дорогой и подсыпка грунта будут продолжаться. Сейчас подряд на организации ведутся работы по созданию новой нитки канализации, которая будет вынесена из-под тела дороги. После этого старый участок коллектора выведут из строя и приступят к укладке асфальта. Тем мы продолжим с гостем в студии Игорь Михайловский, вице-мэр Хабаровска. Игорь Григорьевич, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот как ты и обещали, движение открыли ко дню города. Это замечательно. Но вот качество, конечно, дорожного покрытия, оно оставляет желать сейчас лучшего. Почему не заасфальтировали? В чем причина? Да, действительно, мы планировали после проведения подземных работ участок дороги от переулка Инского до Спортивного выполнить в асфальто-бетонном покрытии. Но по рекомендации ученых в тело дороги, ну, например, под проезжую часть, было высыпано инертных материалов порядка 5000 тонн. Песок, щебень. И по рекомендации инженеров, ученых, настоятельно рекомендовано не проводить асфальто-укладочные работы. Почему? Потому что после того, как асфальт положился бы, возможно, были бы просадки грунта. Они в любом случае, они есть. И если просадка грунта будет уже под асфальтом, так скажем, в чистовом варианте, то это неизбежно придет к аварии, который мы уже по большому счету и видели. То есть опять будет просто асфальто-бекрытие проваливаться? И по технологии, наверное, логично потерпеть какое-то время для того, чтобы все грунты в летний период, когда пойдет вода, затем в зимний-весенний период, когда уже грунт оттает или наоборот, тогда уже будет четкая картина и посмотрим. А сколько это времени примерно займет? Ну, я думаю, что вот сейчас мы должны лето пройти, ну и потом посмотрим, как грунт поведет себя, вот повторюсь, осенний-зимний период. В данный момент какие работы ведутся на объекте? Ну, значит, технологически не будем говорить, что ведется на самом объекте, но на проезжей части уже работы вестись не будут. Они уже, все работы ведутся вне зоны проезжей части. Что касается ежедневного мониторинга, да, мы сами видим, это грядировка, это подсыпка для того, чтобы безопасно и комфортно. Ну, водители, вот на то, что мы сейчас можем, ну, так и двигаемся. Почему возникла надобность ввести коллекторы Санкт-Петербурга? Просто уже этой проблеме, да, практически год, почему не могли, допустим, заранее подвести? Не коллектор трубы. Трубы, да. Ну, какой-то был сбой логистики, вот только на это можно, так скажем, субъективные причины, которые повлияли на невозможность ставки всего объема труб на, допустим, вот, к апрелю месяцу. То есть, получается, грунт опять будут полностью снимать, менять коллектор? Нет, 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 на проезжей части работы никакие проводиться не будут. Это никак не затронет ни участников дорожного движения, ни жителей. То есть, все технологические процессы будут идти вне тела дороги, и мы это даже не почувствуем, не заметим. То есть, изменение дорожного движения больше на этом участке не планируется? Нет, нет, нет. Только в случае, если там, ну, сильно просядет грунт, вдруг что-то дальше? Ну, да, но опять же, это подсыпка сейчас, подсыпка, грядировка. Она периодически так и производится, да? Да, практически в ежедневном проезжении. И, по сути, мы ждем, когда уже более-менее все, как говорится, устаканится, и можно будет положить асфальт. Но по как раз-таки трубам есть уже какие-то конкретные, может быть, данные? По срокам? По срокам? Специалисты говорят где-то август месяц примерно. Ну, повторюсь, это никак не затрагивает интересы участников дорожного движения и жителей города. Повторюсь, вот, полноценная магистраль работает. Да, я повторюсь, не в том режиме, как хотелось бы, не в четырех полосах асфальто-бетонном покрытии, но вот, как есть, так есть. Бетонные блоки продолжают у нас лежать на дороге, вот они до какого периода там будут мешать движению? Бетонные блоки, так скажем, лежат и стоят взамен левных стандартных ограждений. Ну, понятно, пока не будет полноценного асфальтового покрытия, бетонные блоки будут в себя. Ну, это с точки зрения безопасности дорожного движения необходимо, транспортные потоки необходимо разделять, какие-то требования существуют. Но по факту на сегодняшний день мы ведь можем говорить, что с проблемой справиться удалось. С проблемой справиться удалось, да. Достаточно успешно, но окончательное асфальтовое покрытие, вот ровную красивую дорогу со всеми, значит, у нас разграничительными линиями, мы сможем увидеть где-то, ну, к следующей весне. Да, весеннее, начало летнего периода, 23-го года. Ну, это необходимо, потому что опять просто, так скажем, наступать на те же грабли, ну, это нелогично. Конечно, поэтому мы встречаемся в этой студии, чтобы неравнодушным телезрителям рассказывать, почему, что и как происходит. Вот сегодня вы нам смогли дать ответы на все вопросы. Спасибо вам за это огромное. Игорь Григорьевич, большое вам спасибо. На студии Игорь Михайловский, вице-мэр Хабаровска. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok